На трассах Малиновки затишье перед большой спортивной бурей. У героев дня последние приготовления. Кто-то приводит в порядок форму, а заодно и мысли в голове. Другие навострели лыжи в столовую. Хороший завтрак для чемпионов – первый шаг к победе. Сегодня вот скажи, что ты выбрал, почему? Почему гречка? Почему салат из капусты? Салат из капусты, так как там есть много витаминов, гречка – это каша, она нужна для восстановления. Пока спортсмены восстанавливают баланс калорий и витаминов, тренеры штурмуют вакс-кабины. Именно здесь идет подготовка главного инструмента будущих побед. Оказалось, правильно смазать лыжи – все равно, что провести предполетную подготовку на космодроме. Погода скользкая. Если лыжи не поедут, то на попадание в 30, как говорится, чтобы дальше участвовать, шансов очень мало. Но перед стартом все равны и готовы к бескомпромиссной борьбе. На первенстве разыгрывается 8 комплектов наград. В прошлом сезоне на первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек команда Архангельской области заняла 11 место. И вот спустя год хороший повод взять реванш, тем более здесь, в родной Малиновке. Помимо 10 спортсменов по морю, на старты выходят свыше 300 лыжников из 50 регионов страны – от Дальнего Востока до Калининграда. Открыли соревнования девушки. Дистанция 5 километров свободным стилем. Свободу эмоциям дают и наставники. Давай, давай, не тянуть, не тянуть, не тянуть. Давай, 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 вся надежда. Там я скажу. Давай, давай, давай. Двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова, как никто, зная цену победам и поражениям, переживала, когда кто-то сходил с дистанции. Трасса действительно не из простых. Сложный рельеф, перепады высот, да и у большинства – акклиматизация. Было холодно вчера, но после обеда вот только покатались. Уже первый день тоже не стали кататься, что холодно было. А морозы, наверное, не испугали? Ну, до нас ничего не пугает. И вот первая победа в Малиновке у спортсменки из Новосибирска Екатерины Мегить – 5 километров за 14 минут 26 секунд. Первый подъем я решила поэкономить тело чуть-чуть, а там уже смотреть по самочувствию. Отлично себя чувствовал на дистанции 10 километров пермский лыжник Павел Соловьев. Он показал лучший результат среди юношей, отрыв от ближайшего соперника полминуты. Я себе подарок на день рождения сделал. У меня вчера день рождения было. Он прибавил, значит… Не знаю еще, как буду обмывать. Обмыть награды спортсменам из Архангельской области в первые дни не удалось. В индивидуальных гонках мы не на пьедестале почета, но в двадцатке лучших. В спринте нашим девушкам удалось дойти до полуфинальных забегов. Неплохо, если учесть, что на старт выходило 180 спортсменок. Шансы есть всегда, потому что это спринт. Нужно просто в болотце бежать. Спринт или эстафетная гонка спортсменам в Малиновке одинаково комфортно. Архангельской области доверили проведение соревнований не случайно. Мы потрудились над созданием спортивной инфраструктуры. Наши спортсмены на крупных российских стартах стали показывать серьезные результаты. Тренерский штаб показал себя с позитивной стороны. И в этот раз северяне не затерялись среди сотен участников гонок. После двух дней соревнований Архангельская область в первой десятке командного зачета. Захватывающие гонки ожидают Малиновку и в марте. Архангельская область принимает участников всероссийской спартакиады учащихся. Такие соревнования пройдут в нашем регионе впервые. Артемий Заварзин, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. Малиновка. Устьянский район. Артемий Зыков. Артемий Зыков. Артемий Зыков.